Меня зовут Наталья Василенко, я .NET-разработчик компании SoftServe. Сегодня я хочу с вами поговорить о таком принципе разработки, как Common Query Responsibility Segregation или CQRS. Почему о нем? Потому что сейчас мы активно его используем на нашем проекте и на одном из предыдущих проектов мы использовали его в связке с Event Sourcing. Сегодня поговорим о чистом CQRS и почему Moving Towards, потому что мы посмотрим, как можно начать его использовать, как можно на него перейти и в каких случаях стоит это делать или может не стоит. Давайте напишите в чате может кто уже использует сейчас на своих проектах CQRS. просто интересно посмотреть. Есть кто-нибудь? Вижу только плюсик, что меня слышно, пока больше плюсиков не вижу. Значит, у нас либо... Ага, вижу минус, не использовали, но раз слушаете, значит интересно было бы. Ну хорошо, давайте тогда смотреть, что это такое. Как вообще у нас обычно выглядит наше приложение. Давайте я вам вот вытащу Visual Studio. Допустим, у нас какое-то веб-приложение и раз у нас .NET community, наверное, у нас какой-то веб-апи, значит у нас есть контроллер и в нем какие-то методы. Вот я вам показываю какой-то приближенный к реальности контроллер. Здесь мы что-то читаем из базы, читаем из базы с какими-то такими хитрыми условиями. И есть какие-то еще методы для записи. То есть это у нас пост, запрос, и здесь мы что-то пишем в базу где-то. Какие у нас стоят задачи перед нами? Задачи стоят, наверное, так если грубо говорить, чтобы работало быстро, чтобы баги фиксились тоже быстро, то есть моменты на билити, чтобы разрабатывалось там просто, было расширяемым. Я не стану говорить, что CQRS решит все наши проблемы, конечно. Это могут сделать только умелые руки, холодная голова, горячее сердце, все такое. Но использование CQRS может существенно упростить нам работу. Давайте сейчас немножко разберемся в принципах вообще, что это такое, а потом вернемся к нашему контроллеру и попробуем его переписать. В основе принципа CQRS лежит такая идея, как Common Query Separation. То есть методы могут быть двух типов. Методы Query, которые возвращают результат, но не меняют состояние объекта. И методы Commons, которые изменяют состояние объекта, но не возвращают значение. Но они не должны выполнять и ту, и другую роль одновременно. То есть, другими словами, спрашивая вопрос, мы должны изменять ответ. Этот принцип был сформулирован, в принципе, давно. Давайте посмотрим на примере. Пример у нас класс User с одним методом из EmailValid. Мы спрашиваем у пользователя, является ли... Точнее, пользователь спрашивает, является ли в алидном email. Но программист, который писал этот код, также решил этот email сохранить на всякий случай. Я не знаю. То есть, одновременно с тем, как мы проверили, мы еще и сохранили. То есть, мы видим на этом примере, что вот эта часть, это есть команда. То есть, мы изменили данные. А вот эта часть, это у нас есть Query. То есть, мы что-то вернули пользователю. Этот метод с так называемым side-эффектом. То есть, мы будем передавать сюда имейлы, проверяя на их валидность, а состояние системы будет меняться. Этот пример очень простой. И в нем нет ничего такого. Но когда это вырастает в более большую систему, то есть, такие методы часто сильно обескураживают. Особенно, когда нужно их продубажить и понять, почему все так происходит. И вы никогда не можете догадаться, что оказывается, где-то глубоко внутри еще выполнилось какое-то изменение состояния. Давайте теперь воспользуемся принципом разделения command и query. И посмотрим, как этот код будет выглядеть. Выглядеть он будет вот так. То есть, у нас будет метод, который является query, и метод, который является command. То есть, один из них просто возвращает данные на чтение, а другой выполняет запись. Этот принцип лег в основу command query responsibility segregation, CQRS, в котором эта идея применяется на уровне архитектуры и разделяет ее на две части – чтение и запись. Для изменения состояния системы делается класс command, а для выборки – класс query. И таким образом мы получаем набор объектов, которые меняют состояние системы, и набор объектов, которые возвращают данные. Давайте смотреть подробнее. У нас был наш стандартный подход. То есть, у нас был какой-то такой достаточно жирный слой application сервисов нашей бизнес-логики. И теперь он разделяется на две части. На части команд и на части запросов. Давайте рассмотрим каждую отдельно. Значит, запросы. Запросы у нас возвращают данные и не меняют состояние. Запросы содержат в себе параметры, которые необходимы для выполнения этих запросов. Не имеют сайд-эффектов, то есть не меняют систему и возвращают результат. Класс запроса может выглядеть примерно как-то так, как вот этот search options. Здесь у нас есть контекст запроса, то есть есть данные о пейджингах, например, take, skip, сортингах. И есть также сами данные для выполнения этого запроса, то есть в данном случае search text. Как это используется? У нас существует какой-то read-сервис, в котором мы передаем наш запрос и возвращается результат. Сейчас пока что ничего такого. В принципе, такие сервисы можно и без secure-с о себе использовать. Но мы потом посмотрим на примере и поймем, в чем соль. А соль, в принципе, у нас в командах даже. Поэтому давайте посмотрим на команды. Команды — это объекты, которые меняют состояние и не возвращают результат. Команды содержат в себе все необходимые данные для ее выполнения. Команда, имя команды является именем той операции, которую она выполняет. И это чаще всего глагол. Именование команды — это тоже очень важно, потому что таким образом мы строим язык описания системы. И это имеет нечто общее с domain-driven design, о чем мы поговорим чуть позже. То есть класс команды может выглядеть как-то так. Класс register customer. То есть зарегистрируй мне кастомера с таким имейлом. Как это используется? В контроллере у нас есть некий компонент command-buzz, который умеет создавать такие команды. То есть мы создаем команду и скармливаем ее к command-buzz. То есть это все, что нам нужно сделать в контроллере. А за этим всем стоит некая магия, которую мы развеем, посмотрим. То есть вот этот код выполнит всю необходимую нам бизнес-логику при регистрации кастомера. Как он это будет выполнять? Под каждую команду, например, под register customer, у нас создается command handler. То есть объект, который умеет выполнять подобного рода команды. Интерфейс довольно простой. Он типизированный, на входе у него команда. И мы реализуем этот интерфейс уже конкретно под наши нужды. То есть в данном случае реализуем его под register customer. Метод handle, который сделает все необходимые нам вещи. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть у нас в коде. Сейчас у нас демо. Возвращаемся к нашему контроллеру. Доменная область у нас тут такая. У нас авиаперелеты. Это очень простенький контроллер, который умеет получать какой-то перелет по ID. И может выполнять search, то есть поиск по городам вместе с датами, по нескольким параметрам. И мы умеем покупать билеты, указывая, какой перелет и для какого пассажира купить. Все простенько. Давайте начнем с части, которая является командой. Для этого мы сюда заинжектим. Ага, сейчас, подождите. Еще достать все, что нужно инжектить. Вот у нас появляются папки инфраструктура. Здесь у нас есть инфраструктура для чтения и для записи. И также domain. Есть реализации вот этой инфраструктуры для чтения и для записи. Сейчас попробуем, потом посмотрим. Сюда мы инжектим command-bass. Это компонент, который умеет отдавать команды другим компонентам. То есть здесь нужно передать ему команду. У нас существует команда кучей стикет. Мы передаем параметры. Пассенджер ID. Этот весь код у нас уходит в реализацию команд-хендлера. Сейчас посмотрим. В контроллере остается вот такая вот красота. Мы отвязали всю бизнес-слой, которая была здесь. Она теперь находится в другом компоненте. И более того, этот компонент мы не используем в контроллере. Не в виде каких-то менеджеров, не в виде каких-то хелперов. То есть, когда мы перепишем все это, используя данный подход, у нас будет очень тонкий контроллер. Он фактически не делает ничего. Он создает вот такие вот объектики. Давайте посмотрим, что такое purge-sticket. Это вот такой вот класс, который не имеет никаких методов. Имеет только поля, которые описывают, что нужно сделать. То есть, что нужно сделать, описывается именем. Купить билеты. Имеется параметры. То есть, как именно нужно купить билеты, используя вот такие параметры. Наследуется этот интерфейс от интерфейса iCommand. Этот интерфейс не имеет ничего общего ни с паттерном команда, ни с iCommand, ни с WPF, если кто как-то себе вспомнил именно эту штуку. На самом деле, это сейчас вообще пустой интерфейс. Он просто показывает нам, что все эти объекты являются командами, то есть, используются в части записи. И при помощи этого интерфейса мы будем их резолвить и понимать вообще, что это за объекты такие. Так, смотрим, куда же уехала наша бизнес-логика. Бизнес-логика уехала в домен. В домене у нас есть вот наша команда. У нас есть в папочке comments. Здесь у нас одна сейчас команда, но их обычно много. У нас есть валидаторы, у нас есть хендлеры. В валидатор уехала логика по валидации, то есть, при кондишене какие-то. Это класс, который реализует интерфейс iCommand валидатор. То есть, что нужно сделать перед тем, как выполнять непосредственную команду. Мы здесь проверяем, что у нас достаточно билетов, еще не все места заняты, и, в общем, при необходимости бросаем exception. Теперь смотрим хендлер. В хендлере мы уже все проверили, и поэтому мы просто себе пишем в базу. Это простенький пример для того, чтобы мы просто понимали, как это все делается. Конечно, обычно хендлеры имеют внутри какой-то большой кусок бизнес-логики, и часто сюда нужно инжектить еще какие-то те же самые менеджеры и хелперы, которые привычно нам иметь куда-то в контроллерах, но они уже используются здесь. Теперь осталось только понять, где же та магия, как мы вот из вот этой строчки перешли в Command Handler и выполнили здесь вот это вот все. Это мы сделали с помощью компонента Command Bass. Реализовывать его можно несколькими способами. Первый и самый такой простой способ и способ, который мы сейчас используем, это сделать это с помощью нашего Inversion of Control контейнера. Мы получаем, то есть что происходит, когда мы делаем паблиш? Мы получаем все валидаторы под эту типизированную команду, валидируем, потом мы получаем хендлеры и выполняем handle. Здесь важно заметить, что хендлер у команды должен быть только один. То есть только один компонент умеет работать с вашими, с командой определенного типа. Это для того, чтобы минимизировать какие-то непонятки при изучении дебаги этой системы потом. Вот. Где здесь Inversion of Control? Это вот этот резолвер, который нам резолвит вот эти вот все валидаторы и команд-хендлеры. Резолвер у нас реализован на основе Unity контейнера и выглядит вот так вот. Но в принципе его можно реализовать на любом E-контейнере. Другой подход к использованию этого команд-баса – это использовать реальную шину, как какой-то сервис-бас или другую, и таким образом убрать нагрузку с вот этого компонента MessageBus, который сейчас заведует всеми возможными резолвами всех команд и так далее. Это, в принципе, неплохая идея, но пока что мы так не используем. Но в интернете много информации на тему, как реализовывать эту штуку. Вот. Это что касается части записи. Есть какие-то вопросы пока что? Вопрос по валидации. То есть у вас по архитектуре приложения, да, вы все негативные кейсы валидации обрабатываете через эрроры, ну, через эксепшн. То есть эксепшн кидается, вылетает 500 ошибка на клиента, и клиент уже 500 ошибку сам разбирает и смотрит, что там произошло. Ну, в принципе, у нас есть несколько видов эксепшенов, потом у нас есть эксепшн-фильтры. То есть если это валидаторы, чаще всего у нас бросается validation exception, и потом фильтр ловит его и возвращает какую-то там 400, какую-то ошибку соответствующую, и она уже возвращается на клиента. Но, в принципе, есть такая возможная еще реализация, как этот validate может в более расширенной версии нашего секьюреса сейчас у нас передается, кроме команды, еще контекст, и контексту мы передаем, что состояние контекста невалидно. То есть мы не бросаем ошибку, но мы просто говорим, что он невалидно, и иногда нужно что-то в этом случае тоже сделать, то есть там как-то по-другому запроцессить, это вот так вот мы еще делаем. А как юзер видит это состояние контекста? Как юзеру коммуницируется, что команда была невалидная? Ну, это в том случае, когда юзер не должен знать, то есть он не должен получать ошибку, но мы не должны ее и процессить. То есть мы там себе что-то залогали, или там, я не знаю, юзеру вернули что. Ну, это как eventual consistency, да? Ну, да, в принципе. Но это больше как... У нас используется, если, например, уже такая команда была запроцессион, и результат есть. Мы говорим, все, команду процессить не надо, но и юзеру ошибку возвращать не надо, все в порядке типа. Ага, окей. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, еще все слушают, все хорошо. Движемся дальше. Двигаемся мы теперь в сторону чтения. На чтение у нас тут вот два метода есть. На чтение у нас тоже есть инфраструктура. Как это будет выглядеть? У нас будут сервисы. Под каждое чтение будет свой сервис. Значит, в чем разница между этими вещами? GetById возвращает какую-то одну модельку. А Get, который, в принципе, Search, возвращает список моделек. И, соответственно, у нас есть интерфейсы. B-model-сервис. Сюда я покажу потом, как это все реализовано. Сейчас поверьте мне на слово. Критерий, по которым мы ищем. Write for you-model. Ага, это я неправильно. Это я уже написала Search. Так. 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 Вот такие два сервиса у нас инжектятся. Один из них будет отвечать за поиск билетов, другой будет отвечать за получение билета по ID. Как будут выглядеть наши методы GetById теперь будет GetById сервис получить по вот таким-то критериям. Создаем критерии. И это у нас будет результат. Вот это все уедет куда-то там внутрь в реализацию. Посмотрим, куда. Вот так вот будет выглядеть получение по ID. Почему мы используем здесь критерии, а не просто передаем этот FlightID? Потому что это, в принципе, очень хороший путь. Потому что если мы завтра решим искать еще какие-то сюда вещи, там тот же пейджинг, хотя GetById пейджинг мы вряд ли будем прикручивать, но если какие-то дополнительные параметры появятся, мы заэкстендим эту модельку. Ну и также более понятно, когда у тебя именно конкретное название, что это параметры для поиска по ID, а не просто какой-то GUID, как бы непонятно что туда передавать. Потому что вот эта вещь, она очень... Ну это реализация общего интерфейса, который будет использоваться у нас во всех-всех-всех местах. Так намного понятнее. Вот, посмотрим, что у нас в Search происходит. Здесь немного поменяется. Давайте. Немного поменяется в отличие от Getty. А в отличие от будущего много поменяется. Так, мы делаем Get, передаем критерии аналогично в FromCity. Так, и вот это все у нас ушло. Вот так выглядит у нас теперь часть для чтения. Аналогично, мы, когда мы переделали этот контроллер вот в такой вид, мы отвязались от использования... Так, еще не отвязались, сейчас отвяжемся, дабы контекст нам больше не нужен. Отвязались от использования, во-первых, всего модуля Data. Видите, все ссылки на Data уходят, и можно разриференсы убрать. То есть нам все равно, с каким источником данных мы работаем сейчас. Мы отвязались от Entity Framework. То есть мы больше не инжектим DB контекст и не манипулируем ним здесь. У нас теперь есть некие сервисы, которые нам возвращают данные. Данные могут возвращаться либо в едином экземпляре, то есть Single ViewModel Service, либо списком iList ViewModel Service. Пойдемте посмотрим, что это у нас такое. Это у нас такие интерфейсы. Их на самом деле несколько. Это наиболее полные мы сейчас завязали. Это тот, который вначале читает DTO-шки из базы, потом фильтрует их по критериям и возвращает нам ViewModel. Также у нас есть несколько других реализаций. Они используются в других местах, когда нам нужно что-то, какие-то пустые модельки создать, вернуть. Но это уже в более полных системах. И смотрим лист у нас. Лист у нас тоже есть несколько реализаций. Они аналогичны с Single. И также есть у нас базовая имплементация. То есть мы ничего не имплементируем. Мы не имплементируем эти интерфейсы. У нас есть базовая имплементация. Сейчас мы на них глянем. Что делается, когда нам нужно получить список объектов? У нас есть объект репозиторий, который нам прочитает DB-модельки. Дальше у нас есть некая инфраструктура для фильтрации. Но в данном случае я фильтрацию не показываю. То есть она просто не отработает. Не поменяет никак наши модельки, которые нам вернулись. И дальше у нас есть ViewModelFactory, которая из DTO-шек сделает нам вью-модельки. И вернет вью-модельки. То есть что нам нужно в принципе сделать? Нам нужно реализовать вот эти зависимости, если необходимо. Но в принципе, конечно, необходимы. Например, репозиторий. Для наших нужд. Идем смотрим. Домейн. Read. Репозиторий. Репозиторий для вычетки результатов поиска. Вот он. По таким критериям верни нам таких DTO-шек списком. Окей. Вот код, который был у нас в контроллере, выехал сюда. Теперь flight by ID, то есть поиск по ID. По таким-то критериям верни нам такую-то одну DTO-шку. Вот она. И вот тоже тот же самый код, который был у нас в контроллере, переехал сюда в репозиторий. В ViewModelFactory у меня в данном случае используется одна, единственная реализация, которая использует автомаппер. Здесь. Но на проекте мы используем ViewModelFactory. Каждый раз создаем свои, потому что у нас очень часто нужно... Работаем со всякими датами. Нужно их конвертить в свои таймзоны. Поэтому под каждую модельку пишем свою в ViewModelFactory. Но это up to you, как говорится. Так. Значит, что мы посмотрели с вами на вот эти интерфейсы. И что нам нужно реализовать? Наталья, извините, можно вас перебить? Да, конечно. Наталья, у меня есть такой вопрос. Смотрите, получается, как бы, правильно ли я понял, что мне под каждую критерию, под каждую, допустим, ну, под каждый фильтр, мне нужно будет создавать репозитории, под каждую ViewModelFactory? Да, если вы их возвращаете в контроллер. Сейчас мы берем контроллер. То есть идея дальше развития в том, что каждое чтение может быть оптимизировано самостоятельно. Соответственно, да, под каждое чтение мы создаем свой репозиторий. Репозиторий очень-очень специфичный. То есть специфичный к вашему случаю. Но это не мешает. То есть не подумайте, не знаю, я просто так настолько привыкла к этому, что мне странно видеть несколько методов чтения, потому что ты же одновременно используешь только один из них. То есть тебе в данном конкретном случае нужно либо получить по ID, либо сделать search. Можно вопрос, допустим, тогда следующий у меня возникает. Если мы не зависим от, допустим, ну, грубо говоря, не REST API, а просто вот у меня по API-экшену приходит какой-то запрос, я должен его захендлить, и там сложная бизнес-логика происходит. Мне нужно не просто один рид, а мне нужно там 25 ридов, короче, как-то это все крутить, вертеть, там, не знаю, выбирать какие-то данные в зависимости от этого, принимать какие-то решения. Как вы обрабатываете такие случаи? Ну, мы в таком случае делаем свою реализацию вот этого интерфейса, то есть не базовую, а реализуем этот ILSV Model Service и инжектим туда несколько репозиториев. То есть если нам нужно несколько ридов, если они не связаны друг с другом, то делаем несколько репозиториев, потом как-то здесь, это обрабатываем и отдаем. Ну вот, мне было бы, допустим, лень писать 25 репозиториев. Как вы заставляете разработчиков, вы ревьюете коды очень четко? Ну, просто 25 репозиториев, если у меня есть сложная логика, ну, я не буду ходить, создавать, мне просто будет. Я быстрее напишу, чем создам эти репозитории, допустим. Ну, если это, это можно сделать и в одном репозитории, если это логика, связанная между собой. То есть делайте в один репозиторий, делайте одну модельку, да? А если она не связана, то вам все равно нужно написать все эти запросы разными, да? Несколько разных запросов, соответственно, их потом просто распихать в разные репозитории. Ну, количество кода особо не поменяется, мне кажется. Не знаю. Не возникало у нас пока проблем, что людям лень писать репозитории. Ну, может быть. Ну, тут один класс может просто наследовать несколько интерфейсов для экономии немного места. Ну, чтобы не задавать там 20 файлов на 20 похожих запросов. Можно их изгруппировать в одном файле. В принципе, да. То есть можно реализовать здесь не один репозиторий, а несколько по разным search-критериям. И они тоже будут отлично жить. Ну, здесь, в принципе, дискуссия скорее идет про трейдов между single responsibility принцип, да, жесткий, такой, что одна задача, одна акваря, один класс и все это. И какой-нибудь там do not repeat yourself, да, чтобы не повторять какое-то, ну, похожие вещи, да, там, грубо говоря, вот конструктор и injection unit of work. Ну, это трейдов, которые мы должны решить для себя как-то и сделать. Ну, да. Вы правильно очень сказали, что нужно просто решить, как оно будет у вас. То есть, в принципе, реализовывать чтение можно как угодно. Но я, в принципе, мы используем такой подход. И мне нравится то, что, да, как вы тоже правильно сказали, single responsibility, то есть каждый в репозитории читает свое и все. И это нас ведет к тому, что каждый репозиторий можем отдельно оптимизировать. То есть посмотреть, мы точно знаем, что у нас там не так. Ну, в принципе, можно объединить это либо в один репозиторий, в принципе, либо реализовать несколько интерфейсов, будет несколько методов, и все будут в одном классе. У меня еще один вопрос возникает. Правильно ли я понимаю, что если изменится модель, которая будет лежать в базе данных, допустим, вам придется 25 репозиторий поменить? Ну, модель меняется под какую-то необходимость. Вы вряд ли будете читать конкретно вот это поле, которое поменялось во всех своих запросах. Смысл в том, что вот эти модельки, которые мы отдаем, они должны быть тоже очень специфичны. То есть если у нас на страничке таблица и в ней три колонки, то все 25 филдов читать не надо. Мы читаем только то, что нужно. Соответственно, поменяются только те репозитории, которые нужно поменять и так, в любом случае. Если у вас что-то поменялось в базе, то какая-то функциональность должна поменяться. Потому что не просто так меняли. Значит, те части, которые в этой функциональности задействованы, придется поменять. Тут, наверное, даже если у нас есть 25 запросов, и мы меняем нашу схему данных, то при любой архитектуре, при любом приложении нам эти запросы придется переписать. Тут они могут быть распиханы в 25 разных файлов, и нужно пойти в 25 разных файлов изменить. Или это может быть все в одном файле. Но, тем не менее, логику 25 запросов надо будет поменять в любом случае, как ни крути. Но все равно, я тут немного не слухошусь, потому что если у нас очень специфичные модельки, то некоторые запросы не нужно будет менять. То есть, если вы... Не, ну, да, понятно. И в этом прикол тоже, потому что мы отвязываемся от одной общей модели данных, от одной ДТО. То есть, все, на вот эту сущность у нас вот одна ДТО, в ней тоже 25 полей, и будьте добры, все с ней юзайте. У нас есть очень... у нас есть много маленьких ДТО-шек, каждая заточена под свою роль. И поэтому некоторые запросы мы можем и не менять, и даже некоторые... Целый флоу мы не будем менять, потому что там это не используется. Если я понятно, объясняешь, что я имею в виду? Нет, понятно. Да, довольно понятно. Окей, хорошо. Так, опять же, как это все делается, как вот эти вот резолвятся вещи, мы делаем через EOC, через Unity. А можно еще быстрый вопрос? Да, конечно. У вас есть FlightDTO-класс и есть FlightUmodel-класс. Почему мы не можем обойтись одним классом? Ну, объектом, который предоставляет результат нам? В некоторых случаях мы можем обойтись, но очень во многих нет. Это, например, мы же здесь делаем сразу запрос к базе. И если нам, например, нужно какую-то дату в формат перевести, или наш NMR able перевести в какой-то удобоваримый текст для пользователя, здесь мы это сделать не можем, потому что это у нас пойдет в базу. У нас будет exception, что link you to entities не знает, как это все сделать. То есть, поэтому у нас в DTO-шках там ID-шники, какие-то, в общем, какие-то даты в UTC, а потом во ViewModelFactory у нас всякие преобразования, необходимые именно для ViewModel. Наталья, а можно заменить с помощью автомаппера, например, избавиться от ViewModel, который в Factory у вас, и заменить ее на автомаппер, и там настроить DTO маппинг? Да, но у нас, вот в этом примере я так и показываю. Вот у нас ViewModelFactory единственная реализация для всех сейчас. Это мы вот маппаем то, что получили на TViewModel, да. И мы настроили маппер тут как-то себе по-простенькому. То есть, да, можно все так сделать. То есть, и профилями. Ну, еще, Сергей, в пользу DTO, когда они нужны, вот веб-апи используем, просто не всегда все хорошо отдавать на клиента. То есть, если ему нужно три поля, а у нас там шесть, вот в этом случае DTO, ну, подходят хорошо, чтобы не создавать анонимные объекты. Нет, ну, у нас же DTO это конкретный объект для конкретной query. То есть, если вы, ну, или у нас DTO может быть реализация между разными query-ами. Ну, по-хорошему не должно реализация, ну, конечно, все равно. Ну, понятно, то есть, грубо говоря, наш идеал это одна query-а, одно DTO, одна ViewModel. Правильно? То есть, тогда, если DTO специально создано для этого аэропорта, то там не будет лишних полей, которые не стоит показывать на UI. Ну, то, что единственный абсолютно важный момент, это то, что оно просто не заработает, если у вас там будут какие-то конструкции, которые LinkU, то есть Kel не может... Не, ну, понятно, но можно сделать там, сделать execution query, а потом еще пропроцессить в рамках того же запроса. Ну, окей, хорошо. То есть, тут можно спорить, я понимаю. Да. Ну, тут еще такой момент, что у нас, например, вот эти вот вещи, все репозитории лежат в домене, и этот домен юзается и из MVC-приложения, и из каких-то вебапи-сервисов. И, соответственно, на MVC мы отдаем на UI-ку в одном виде, а в сервисах в другом виде. И мы просто... у нас разные ViewModelFactory лежат в соответствующих проектах. Да. Теперь понятно. То есть, у нас есть два консюмера наших сервисов. На то они типа и ViewModelFactory, чтобы они конкретно заточены под то View, под которое вы его отдаете. Теперь понятно, почему у нас три. Спасибо. Окей. Еще вопросы? Нету пока. Хорошо. Но если вопросы появятся, я вытащу вам Visual Studio 5, и мы еще будем разбираться. Так, теперь давайте посмотрим на такую большую схемку, что у нас получилось. Сейчас, что-то у нас не двигается. Ага. То есть, что у нас получается в итоге? Есть разделение на команды и на query. Команды, в свою очередь, имеют валидацию, есть логика, которая их процессит. И это все объединяется, является доменной моделью и идет в базу данных. Из базы данных мы читаем с помощью query, с помощью репозитория, которые я вам показывала, и это возвращается. Что тут интересно и почему мне нравится этот подход? Во-первых, потому что вот такая штука есть. Вот эта область команды вместе с валидациями, вместе с этой моделью, как бы очень напоминает domain-driven development. Потому что команды у нас называются с помощью глаголов, описывают действия пользователя с системой. Есть бизнес-рулы, которые оплавятся на этапе валидации и хендлинга. И таким образом вот эта вещь может нам построить наш общий язык между нами и кастомером. Это очень прикольно, и нужно обязательно следить за неймингом и логикой вот этой части. Дальше смотрим на наши базы данных. Тут такой интересный момент, что по статистике операции чтения случаются намного-намного чаще, чем операции по изменению данных. И когда у нас есть какой-то реквест, что что-то работает медленно или неэффективно, то это чаще всего работает неэффективно чтение. То есть юзер очень долго лодится табличка, очень долго делается репорт. Но юзер редко говорит, что долго сохраняется. Потому что, во-первых, он редко сохраняет, а во-вторых, он вроде как понимает, что это же нужно что-то там проделать. Он верит, что это такая увесистая операция. Но так как нам нужно оптимизировать чтение, очень часто страдает запись. То есть мы навешиваем всяких разных индексов, или мы денормализируем нашу табличку для того, чтобы читать быстрее. Но при этом мы запись очень сильно затрагиваем и спрашиваются, почему мы так делаем, если это разные операции. И к тому же читаем мы всегда намного меньше полей, чем записываем. То есть когда мы записываем, мы чаще всего меняем все поля сущности. Мы создаем новые сущности, или мы ее изменяем. А читаем мы какую-то табличку, в которой три поля, или какую-то модельку небольшую. Соответственно, дальнейшее развитие этой идеи разделения чтения и записи еще разделять сториджи на чтение и на запись. Соответственно, для записи нам нужно использовать какой-нибудь такой сторидж, который позволяет нам держать данные consistent, держать их как можно лучше, быстрее и в inconsistent way записывать данные. То есть какой-то сторидж, который поддерживает, например, третью нормальную форму. И, соответственно, этот сторидж может поддерживать и стерео макап, которое, наверное, известно. То есть он должен быть consistent и available, потому что это запись. В то же время для чтения, а, ну и для записи, например, мы можем использовать SQL. В то же время для чтения мы можем денормализировать наши данные, как нам угодно, как нам удобно. И из теории макап мы возьмем availability и partition tolerance. То есть для того, чтобы мы могли разделять read-базу на несколько каких-то сториджей, то есть скейлить ее отдельно. Для этого мы можем взять какую-нибудь новую SQL-базу, там типа MongoDB, можем взять кэши разные. И этот момент очень интересный вообще в Secure Race. И мы сейчас, наш проект находится на стадии как раз разделения этих двух баз. Поэтому все так выглядит замечательно на картинке и в моей голове тоже. Но как оно будет выглядеть на практике, я чувствую, что будет очень много моментов. Но пока что я вам о них не расскажу. Мы все догадываемся, конечно, что это за моменты будут, как синхронизировать эти сториджи, там все такое. И если вам будет интересно, то ставьте плюсики куда-нибудь или говорите нашим организаторам или мне, что вам интересно. И через несколько месяцев я обязательно вам расскажу вторую часть этого всего, о том, как мы разделяли базу. Теперь смотрим мы на эту всю схемку и какие вообще плюсы от использования Secure Race мы получили. Мы получили плюс в перформансе, даже не разделяя базы, мы получили плюс в перформансе, потому что мы стали использовать разные модельки для чтения и для записи. Наши модельки для чтения, они легковесные и их легче прочитать. К тому же у нас есть отдельные репозитории и бывали такие случаи, что мы репозиторию заменяли целиком на вьюшку. И наш репозиторий переставал работать с DB контекстом, переставал работать, то есть начинал читать вьюшку. Один из репозиторий, ну и окей, и хорошо, и перформанс увеличился. Потом, вот то, что я говорила, вот эта розово-красненькая область, фокус он за бизнес. То есть мы имеем объекты, которые понятно, какую роль выполняют. Это не какой-то абстрактный менеджер, а это конкретно команд хендлер такой-то команды. То есть компонент, который умеет выполнять такого рода команды. Дальше у нас есть скейлабилити. Это в рамках того, что мы read-базу можем скейлить, в принципе, и read-сервисы, в принципе, мы можем скейлить теперь. Ну, возможно, и раньше могли скейлить, но теперь это прозрачно. Секьюрити, ну, это в том плане, что, во-первых, в командах можно продумать какой-то слой, который будет проверять права доступа и права вообще какого-то юзера, выполнять определенную команду. Ну, и к тому же к базам можно на read и write сделать разные права доступа, так скажем. Мейтенобилити, ну, для меня лично, так как я привыкла работать уже с этой системой, мне очень понятно, куда смотреть, если возникла какая-то проблема. Там что-то не прочиталось, у нас специфичный конкретный репозиторий. Что-то не сохранилось, у нас специфичный хендлер. Можно даже в контроллер не смотреть, что там происходит, можно сразу идти туда, в домен, в конкретную реализацию и смотреть. А readability, ну, это туда же, туда же, что понятно. Но также стало понятно, что есть уверенность в том, что read-запросы не меняют состояние системы. И очень скоро мы даже вообще запретим, в принципе, физически это делать, если у нас будет read-on или база для чтения. И это очень хорошо, потому что нету этих сайд-эффектов, о которых мы вначале говорили. Какие минусы? Минусы то, что это все-таки сложно. У нас был один контроллер, в нем было все, все понятно. Теперь у нас целые проекты для инфраструктуры, куча репозиториев, как вы уже все увидели, какие-то вью-модельки, ничего не понятно. Как бы такая вещь. То есть если у вас все просто, то ну и хорошо. То есть если вам живется хорошо с тем, что уже есть, может быть и не нужно никуда идти. Да, в этом всегда нужно тоже задумываться. И eventual consistency при переходе на два разных сториджа. Потому что мы все понимаем, что вот эта стрелочка, она как-то должна происходить. Вот. Так, еще посмотрим, что дальше. Сейчас, как я уже сказала, мы стоим на пороге разделения баз на две, на read и write. Также, что можно еще рассмотреть, что можно еще посмотреть в сторону с QRS и улучшения инфраструктуры. Значит, как я говорила, можно использовать сервис баз, а не свой самописный, основанный на Unity резолвер. Это возможно, потому что, наверное, этот резолвер станет bottleneck-ом скоро, когда не сможет все это похендрить, когда у нас станет очень много реализации этих интерфейсов. Возможно, нам вот такая штука пригодится. Потом, это хорошо используется с task-based user-интерфейсами. Это отдельная, в общем, тема, тоже связанная с domain-driven development, о том, что как юзер-интерфейсы строить, так вот, с QRS очень хорошо ложится именно на task-driven user-интерфейсы. Затем, с QRS – это как бы концепция, это паттерн. Его не обязательно, как любой паттерн, у него есть свои плюсы и минусы, и есть области, где он применим и где он неприменим. И мы можем применять его в каких-то отдельных частях проекта, а в каких-то не применять. Потому что такой банальный пример, как очередь или стек, структура данных, очередь или стек. Например, стек. Когда мы читаем из стека, мы его изменяем, потому что мы получаем последний или первый элемент из коллекции. Эту вещь в секьюрес не ложится, как-то ее не запихивать. Поэтому эта вещь в секьюрес не перепишется. И всегда нужно понимать, что паттерн должен служить какой-то цели. Если он, наоборот, мешает, то значит он не сюда. Так же и с секьюресом. На контроллеры и всякие create, read, write, тролевали операции, он хорошо ложится. Где-то он не ложится. То есть мы рассматриваем, мы иногда не применяем секьюрес в нашей системе к некоторым моментам. Также, как я говорила, секьюрес активно, часто используют в связке с ивентсорсингом. Это такой подход, крайне интересный, достойный отдельного тренинга, то и больше. И на одном из проектов мы его активно использовали именно так. Здесь мы рассматриваем ивентсорсинг использовать для одной определенной части проекта. И скоро, наверное, начнем, о чем я, может быть, тоже расскажу когда-нибудь, если будет интересно. И также существует third-party решение, чтобы не писать вот эти все, всю свою инфраструктуру, которая, если помните, у нас, вот я показывала, да, есть инфраструктур, и здесь есть read и write, это все самописное. Так вот, люди уже, в принципе, написали. Здесь вот есть ссылочки, можно посмотреть в ту сторону. Это все open-source, можно посмотреть, как они это написали, как минимум. Вот, так, и еще такую штуку посмотрим. Когда использовать CQRS, когда не использовать? Значит, использовать тогда, когда есть разница между количеством чтения и записи. То есть мы уже говорили о том, что чтение выполняется намного чаще, чем запись в average, в обычных системах. Соответственно, если у вас тоже такой случай, то можно посмотреть в эту сторону. Потом, когда в домене существует сложная бизнес-логика. Но это в том плане, что, во-первых, она вся уезжает в отдельный компонент. Над ней могут работать отдельные какие-то более синер-люди, я не знаю. И она как бы отдельно от чтения происходит. Чтение достаточно легкой операцией, часто бывает. А с записью там какие-то сложные рулы и так далее. И они все уезжают в отдельные компоненты и там себе живут. Дальше. Домены, когда операции чтения, скорее всего, происходят параллельно. Это все туда же, если мы разделим на разные сториджи, будем иметь ненормализированные модельки, то будет оно быстренько себе летать, наверное. Единая модель, которая используется для чтения и записи, она чаще всего вообще не имеет смысла, потому что это операции совершенно разные, участвуют там совершенно разные поля. И если мы можем разделить дата сторидж на два разных сториджа, то есть фактически за этим пунктом скрывается то, что eventual consistency нас устраивает, то мы можем использовать CQRS и пробовать это направление. Не стоит использовать его, если у нас в системе все просто и нас устраивает то, что у нас есть наш там все в контроллере или наш какой-нибудь менеджер, который все за нас делает. И это пересекается с тем, что у нас крут стайл и все с ним хорошо. И также CQRS не пригодится там, если ваша система, как у меня написано, is different, то есть другая. Но что скрывается за этим? Это то, что, например, real-time системы, так как очень много здесь всего используется в CQRS, то есть нам нужен этот command bus, который нам разрезолвит какие-то зависимости, мы туда потом передадим это все время, да, real-time такого не терпит совершенно. И также если у нас eventual consistency нам не катит, это какие-то медицинские, может, вещи, может быть, опять же, тот же real-time, то CQRS тоже туда не применим. Вот. Значит, это фактически почти все, что у меня есть вам рассказать сегодня. Еще у меня есть такая штука для тех, кто заинтересовался, кто хотел бы почитать что-то еще. Вот стоит начать обязательно с документа от Грега Янга. Это человек, который, в принципе, эту концепцию первый описал. Это совершенно небольшой документик, и там все описано, как в эту сторону двигаться и почему. Потом несколько обзоров CQRS, которые я нахожу для себя очень интересными и полезными, в которых рассказывается то, что я пыталась вам сегодня рассказать, но, возможно, более глубоко и умно. И несколько книжек, да. Ну, с книжками не знаю, я их все еще не одолела, но думаю, они интересны. Также, кому интересно посмотреть это в деле, вот этот прикольный сайт, на котором люди расписали создание полноценного приложения с нуля, используя концепцию CQRS и ивентсорсинга как бы в конце. То есть переход потомки в ивентсорсингу тоже очень интересно. И несколько ссылок на GitHub, там, где люди сделали CQRS-инфраструктуру сами. Вот. На этом у меня все, и я с удовольствием слушаю ваши вопросы. Наталья, спасибо большое тебе. А вот такой вот вопрос. Когда вы перешли на эту систему, как-то подход к логированию изменился? Ну, как-то вы добавили это в команды, начали добавлять, или это еще какой-то был у вас сверху декоратор? Да, очень интересный вопрос, очень в точку. Значит, у нас еще, кроме того, что я описала, используется такая штука, когда команда выполнена, у нас создается ивент. То есть ивент, который говорит, например, register customer была команда, ивент говорит customer registered и дает данные. В этих данных есть и команда, и результат выполнения, что там все прошло, не прошло. И у ивента есть ивент-хендлер. Как у команды command handler, у ивента ивент-хендлер. Разница в том, что ивент-хендлеров может быть много. Соответственно, наш базовый ивент-хендлер, он логает все, что произошло. Что-то произошло, мы получили результат. Вот, это все логируется вот этим ивент-хендлером. И, соответственно, для меня очень логирование стало тоже прозрачной операцией. Потому что, если даже программист, когда пока писал свой команд-хендлер, забыл что-то залогировать, забыл вообще обо всем, на логике сконцентрировался, то ничего страшного, мы все равно залогируем все, что нам пришло, все, что ушло. То есть об этом уже можно не париться, все логируется. Спасибо. Ну, так и все остальное. Можно и security, если надо какие-то права и тому подобное. Гораздо легче становится. Да, вот это мне тоже нравится. То, что валидация вот этой команды происходит до того, как мы выполняем в отдельном компоненте. Мы там можем все себе проверить. И валидаторов тоже может быть несколько. Один там проверит авторизацию, а другой пойдет бизнес-рулы проверять. Тоже удобно. Ясно. Спасибо большое. Спасибо, Игорь, за вопрос. Может кто-то своим опытом поделится. Я знаю, секью-рес используют люди все-таки на проектах. Слышала, видела. Может что-то интересненькое есть. Если никто ничем не делится, то вы напишите или расскажите, насколько интересно дальше об этом послушать. Следующий этап, так скажем, Advanced Secure. Ага, вижу, плюс. Супер, супер, отлично. Вау, мне очень нравится ваша активность. Большое спасибо. Интересно. Я понимаю, что интересно как раз процесс разделения на две базы данных. Постараюсь об этом рассказать, когда придет время. Спасибо всем за внимание.